Здравствуйте, друзья! Доброе утро! У нас сегодня пятница, заканчивается неделя. И надо сказать, что опубликовали сегодня данные по изменениям такого показателя. Называется он Consumer Price Index. Это индекс потребительских цен. Он при вычислении не включает в себя изменения цен на топливо, на бензин и на продукты питания. Вот такой интересный индекс, что ни того, ни другого не включает. Хотя мы знаем, что за год, а там вот интересные данные за год, тоже дешевле не стало, так если мягко. Так вот, нефть подорожала, это точно. И продукты питания, они вообще продолжают дорожать уже в последние годы. Не могу сказать, что стремительно, но есть изменения, заметно очень. Так вот, за исключением бензина и продуктов питания, мы за год имеем по состоянию за июль месяц, а сейчас у нас 10 августа, значит, за июль месяц, за год 2,4%. 2,4%. Почему это вообще интересно? Интересно это из двух соображений. Значит, соображение первое. Такого роста не было 10 лет. За последние 10 лет это впервые. Такая, ну, как бы инфляционная штучка, да? Это при том, что у нас Federal Reserve Bank уже как бы, ну, неоднократно повышал, повышал. По чуть-чуточке, вот совсем по капелюшечке, там по четверть процентика. Но повышал, много раз уже повышал учетную ставку, заимствование. И если бы они этого не делали, было бы существенно больше. То есть это 2,4%, при том, что старались снизить, чтобы не было столько. В результате всяких мер. То есть понятно, да, куда экономика идет. Так вот, таким образом мы имеем, значит, два последствия. Последствия первое, это сигнал Federal Reserve Bank, что нужно, вот они в следующем месяце, по-моему, собираются, что нужно снова увеличивать. И мы не знаем, там они на четвертушечку увеличат или там на полпроцентика увеличат. Но, во всяком случае, речь идет о том, что станет дороже, дороже, дороже заимствовать деньги. Соответственно, это ударяет по рынку недвижимости. И не только недвижимости, в целом по экономике. То есть предприятия же тоже берут деньги взаймы и так далее. Значит, затягивание поясов как бы на рынке кредита. И второй момент состоит в том, что есть такое понятие, как реальные доходы. Вот что у нас происходит с реальным доходом. Если, например, зарплата на месте, а инфляция, значит, съела 2,4% от цены. То есть цена выросла на 2,4%. Это значит, что если ваша зарплата за год не изменилась, то вы, соответственно, потеряли 2,4% своего дохода. В целом в стране, ну, не про нас речь, да? Но в целом в стране зарплаты росли. Но когда говорят о политике, которые пытаются приписать себе то, что происходит в экономике, то есть все хорошее себе, все плохое тем, кто был до них обычно. Так вот, когда они говорят об этом, они говорят, вот у нас наконец-то, наконец-то, 10 лет там не шли зарплаты вверх, наконец-то зарплаты вверх пошли. Так нет, зарплаты упали. На... в смысле, они... я извиняюсь. Они выросли, конечно, количественно, они выросли. Но за этот самый год, если мы посмотрим, насколько выросли зарплаты в стране и насколько вырос индекс потребительских цен, то получается, что реальные доходы снизились. Там не безумно, там не безумно, на 0,2% снизились. Но роста нет. То есть это рост в инфлированных деньгах, а если, значит, смотреть просто вот как относительно себя, то относительно себя получается небольшой проигрыш. И вот в таком вот состоянии мы сегодня находимся. Так что мы продолжаем наблюдать. Я так просто рассказываю о том, какие нынче новости с утречка. Счастливо!